Экологические Робин Гуды. Неизвестные граждане взялись за наведение порядка там, где ничего не могут сделать ни правоохранительные органы, ни властные. Это просто фантастическая в своей наглости и безнаказанности история длится в Нижнем Новгороде уже 10 лет. В 2008 году некий Артем Мурель купил участок в садовом товариществе Родник. Практически центр города, тихий райончик в нескольких километрах от Кремля. И он стал свозить туда мусор. Сначала завалил свой участок, потом участки соседей. С незаконной свалкой пытались бороться. Штрафы выписывали по 500 рублей, проверки проводили. Даже до возбуждения уголовного дела дошло, но мусорная куча все росла и росла, погребая под собой все новые территории. Незаконный бизнес процветал. Стали, правда, со временем немного осторожнее и мусор принимали в основном по ночам. Но вот, наконец-то, кто-то из неравнодушных граждан сделал очень простое, но эффективное дело. Свалил перед воротами незаконной свалки бетонные блоки. Как люди продолжали возить мусор на территорию СНТ, так и возят. Поэтому, видимо, уже какие-то ответственные граждане навалили сюда блоки, чтобы просто заблокировать место. Кто это сделал, сказать не могу, но можно сказать им только спасибо за это. Граждане, видимо, уже настолько устали, что сами приняли эти меры. И хоть на какое-то время свалка мусора прекратилась. Сейчас уже ситуация дошла до критической точки. Там внизу через СНТ река протекает. Ее уже фактически завалили. Будет подтопление. Тут опять какие-нибудь гаражи, возможно, смоют. На фарбе вода пойдет. То есть последствия могут быть очень печальные, на самом деле. Пытались бороться с законными методами. То есть обращались в правоохранительные органы, прокуратуру советского района, прокуратуру Нижегородской области, природоохранную прокуратуру. То есть по факту бумаги есть, результаты ноль. Люди известны, на них заявления неоднократно писались. То есть в полиции, в администрации вся информация об этих людях есть. Почему к ним никаких мер не принимают? Если бы лица давно установлены, были бы привлечены к ответственности, давно бы, естественно, это все прекратилось. Буквально на той неделе Росприроднадзор сотрудники сделали благородное дело все-таки. Отреагировали, изъяли трактора, которые тут находились, принадлежащие лицам, которые свалку организовали. Благодаря которым она функционирует. И опечатывали ворота. Но опять же, после того, как они их опечатали, насколько мне известно, еще машины заезжали и сваливали мусор. Ну сейчас, после того, как вот пару дней назад блоки эти здесь появились, сейчас никто не забудется, поскольку просто другого въезда туда не было. Временная мера, временная мера, не знаю, насколько долго это продержится, так как злоумышленники, которые здесь, значит, занимались свалкой мусора незаконно. Думаю, для них это не время, у них есть техника. Посмотрим, насколько это хватит. Кстати, может быть и временно, но бетонные блоки оказались очень эффективным средством. На свалке нет ни одного человека.